Здравствуйте! На телеканале Ахтова программа прямого эфира в студии Елены Мурмиловой. Я с удовольствием представляю гостя нашей студии. Сегодня это Олег Учинажев, президент Федерации парусного спорта Волгоградской области. Олег Петрович, добрый вечер. Добрый вечер. Позвольте, в начале программы я приглашу всех телезрителей присоединяться к нашему разговору. Номера телефона вы видите внизу экрана, звоните, задавайте свои вопросы нашему гостю. Олег Петрович, ну начать бы разговор, конечно, хотелось бы с проходящего в эти дни Кубка Нижней Волги. Это абсолютно традиционное уже мероприятие, 29-й раз, если я не ошибаюсь. И вот эта цифра, 29-й, говорит о многом. Значит, это уже традиции какие-то сложились, значит, это уже масштабные мероприятия. Да, вы правильно заметили, это соревнование проходит у нас ежегодно. Это считается, наверное, апофеозом тренировочного процесса в яхтинге, того, который протекает у нас в городе. Дело в том, что на протяжении всего сезона яхтсмены готовятся к нему, готовят яхты, сами тренируются. А уже к кульминации момента вот это крупнейшее соревнование, которое собирает, в этот раз собрало 24 экипажа, можно сказать, со всей Волги и где-то половины России вплоть до Черного моря. То есть это уже общероссийское соревнование? Да, это российское соревнование, оно внесено в официальный календарь Всероссийской Федерации парусного спорта. Когда был старт и сколько дней продлится гонка? Старт был дан 12 числа, регата продлится до 25 числа, в несколько этапов будет длиться. Старт проходил в Волжском, дальше этапами регата начинает перемещаться в сторону города Камышина. Один из этапов будет проходить на акватории Камышинской для того, чтобы устроить праздник для камышан, показать паруса на воде, и для камышан это является достаточно красочным праздником. И завершение в Саратове, всего 8 этапов. А есть ли старожилы гонки? Есть один очень уникальный персонаж, который участвует из года в год, я имею в виду Ксению Магнитскую. Вот сколько лет она уже участвует? У нас стандартных людей нет, потому что сам вид спорта такой нестандартный, и люди о каждом можно рассказывать до бесконечности. Но вы правильно заметили, Ксения Борисовна Магнитская, это наша живая легенда. Существует очень много живых легенд или живых историй про Ксению Борисовну. Ей сейчас 78 лет, в этом году мы ее отметили. Это капитан яхты, очень сильный капитан. Алькор? Яхта Алькор. Это единственная деревянная яхта, оставшаяся на нашей акватории, постройки 1976 года. Ну, там, когда оказываешься у нее в гостях, в этой яхте, то такое впечатление, как будто возвращаешься во времена Джеймса Кука. Потому что это яхта проекта 1905 года. Ну, действительно, я говорю, что у нее уже и дети выросли на яхте. Да, у нее и дети, и внуки, уже и правнуки, и все на яхте. И у них есть семейная шутка. Дело в том, что когда дети росли на яхте, они ее кроме как Кэп не называли. То есть не мама, не Ксения, а Кэп. И даже когда пошли внуки, они всегда в детском садике говорили, не бабушка пришла, а Кэп пришел. Волжский, Камышин и Саратов. Почему именно эти точки? С чем это связано? Давным-давно, 30 лет назад, саратовские их смены пришли в гости к волжанам с предложением сделать небольшую регату между собой. На какие этапы разбиты гонки и как классифицируются яхты, которые участвуют в соревнованиях? На маршруте бывают длинные с дистанцией, такие как Волжский Камышин, Камышин-Саратов. И бывают местные короткие, так называемый треугольник, петли, которые сочетают в себе различные направления ветра. С тем, чтобы спортсмены могли поучаствовать как и в длительных испытаниях, один этап может длиться и несколько суток, так и короткие дистанции там, где за один день проходит гонка, и, собственно говоря, спортсмены могут уйти в укрытие и отдохнуть. Кто считается победителем? Тот, кто быстрее дошел или еще какие-то критерии учитываются? Ну, кто первый, того и тапки. Понятно. Олег Петрович, есть у нас такое небольшое новшество в нашей программе. Мы, прежде чем с вами встретиться в эфире, наш корреспондент вышел на улицу и пообщался с людьми на улицах. И вот то, что люди хотели спросить, вы можете сейчас увидеть. Есть у нас видео вопросик, давайте посмотрим. Парусный спорт считается одним из самых дорогих. И может ли им заняться обычный человек, и куда я могу пойти, чтобы им заняться? Это одна из самых распространенных легенд. Да, многие же действительно так думают. Абсолютное большинство так думает, и это немножечко не так. Это немножечко совсем не так. Дело в том, что больше 90% наших хейксменов, те, с которыми мы имеем дело сегодня, это просто рукастые, головастые люди, которые жить не могут без паруса. За границей это действительно элитный вид спорта. У нас в России так сложилось, что это, наверное, преемственность поколений еще той сферы, которая осталась с советских времен. И у нас это просто рукастые, головастые люди. А для того, чтобы заняться яхтингом, есть очень хороший совет. Прийти в яхт-клуб, подойти к первому понравившемуся судну и попроситься к ним на регату. Это достаточно просто, свободно. В качестве кого возьмут сначала? Есть очень гордое название «откренивающий». Это человек, который своей массой сидит на борту и откренивает ее, чтобы был меньше крен. Хорошо. А вот когда уже, хорошо, возьмут откренивающим, а когда уже человек, который участвует в соревнованиях, может считаться опытным? Вот мы с вами разговаривали перед эфиром, очень интересно рассказывали мне. То есть если я была за рулем обычного автомобиля, я считаю, что с более-менее опытным водителем. Как здесь обстоит? В яхтинге. Если вы 5 лет безвылазно находитесь в яхтинге, то только тогда с вами есть о чем-то поговорить. Потому что вы уже побывали в тех ситуациях. То есть это достаточно специфичный вид спорта, который подразумевает очень большое количество нестандартных ситуаций. И недаром Ксения Борисовна Магницкая, о которой мы перед этим сказали, она говорит, что мне 78 лет, из них она гоняется 60 лет в парусе, даже больше, по-моему. И она рассказывает, что двух одинаковых гонок у нее не было никогда. Вот поэтому, наверное, людей туда и тянут, поэтому туда и тянутся. Вообще это параллельная жизнь, это жизнь параллельная той, которая у нас сейчас идет в городе. Мы с вами сидим сейчас в студии, а там находятся, наверное, абсолютно свободные люди, для которых не существует сейчас мобильных телефонов, не существует денег, не существует каких-то вот... Там другие взаимоотношения, там все другое, там ценится, наверное, ветер, как ты поймал его, как ты настроил паруса, и если ты пришел первым, тогда ты и молодец. Действительно. А еще правда, говорит, вы тоже мне говорили, что это самые долгие соревнования. То есть это не прыжки в воду, которые там исчисляются секундами, они ни минутами, ни часами, сутками могут длиться. Да, это единственный вид соревнований, который может длиться сутками. Дело в том, что, действительно, вы правильно сказали, у прогунов несколько секунд, у марафонцев 42 километра. У нас были этапы, которые длились четверо суток. То есть это на яхте, на крейсерской яхте, а мы сейчас говорим с вами о крейсерских яхтах, которые предразумевают определенную автономность плавания, у которых есть укрытие, где два экипажа, сменяя друг друга, практически в круглосуточном режиме, несут вахту и гоняются. Хотя отдых на яхте носит чисто условное название. Потому что если за сутки удастся прикемарить, даже не поспать, а прикемарить в общей сложности часа три, то это очень хорошо. Наверное, такой образ жизни сказывается и на земной жизни, я имею в виду личную жизнь. Или там уже семьями соревнуются? По-разному. Есть экипажи, те, которые просто сплоченные, есть семейные экипажи. Естественно, абсолютное большинство это семейные. Причем это уже через поколение. Представьте себе ситуацию, когда в одном месте, в одно и то же время собираются люди, которые как большая семья, которые знают не только кого, как зовут, но и уже дружат десятилетиями. Вот как у Ксении Борисовны. Шесть десятков лет она встречается с людьми, у которых уже четвертое поколение, и все друг друга знают, как облуплены. Олег Петрович, есть у нас уже телезритель, который дозвонился, дожидается общения с вами. Алло. Алло, говорите, пожалуйста. Алло, добрый день. Я вот, король Владимир, хотел бы узнать, на каком месте наши волжане, вот в данный момент. Ну, на каком месте выступают волжане, какое место сейчас мы занимаем? Как проходит регата? Весь флот поделен на четыре подгруппы, поскольку яхты достаточно, как я уже сказал, это 24 экипажа, в общей сложности 125 человек. Самому младшему участнику шесть лет, самому старшему, как мы с вами сейчас проговорили, 78, Ксения Борисовна, нашему капитану знаменитому. И поскольку флот весь разный, то есть яхты двух одинаковых яхт очень проблематично найти, то он поделен на группы, которые наиболее подходят друг к другу. То есть малыши к малышам, большие к большим, средние к средним. Это так я объясняю на доступном языке. И каждый лидирует в своей группе. То, что касается больших яхт, там лидерство, больших и средних яхт, лидерство держат волжане. То, что касается малышей и чуть поменьше, это саратовцы и, как ни странно, Новороссийск, которые единственная яхта из Новороссийска, приехавшая к нам на трейлер за 800 километров, за машиной. Вот Новороссийск почему-то бьет наших. Мы будем следить за ними. Я напомню, что в гостях у нас сегодня президент Федерации парусного спорта Волгоградской области Олег Котчинашев. Олег Петрович, у нас такие богатые водные просторы. Насколько благоприятна наша месть, наша акватория для занятий парусным спортом? Знаете, я по роду деятельности стараюсь бывать практически в каждом яхт-клубе, где бываю в командировках. Это Красноярск, это Краснодарский край, это Черноморское побережье, Санкт-Петербург. Вот наша акватория, она сравнима где-то с Санкт-Петербургом по своим условиям. Дело в том, что ширина водохранилища от 5 до 25 километров, глубина от 8 метров до 24, отсутствие мелей, островов и огромное количество ветра, оно подразумевает то, что здесь должен был развиться яхтинг. И когда президент Всероссийской Федерации парусного спорта приехал к нам в гости и подписывали соглашение о сотрудничестве, то они были приятно удивлены теми возможностями, которые есть, особенно учитывая то, что на Черноморском побережье сейчас спортивных баз фактически уже и не осталось. Берег перешел в частные руки, поэтому сейчас остров встает вопрос о лагерях, о тренировочных базах. И Волгоград рассматривается во Всероссийской Федерации как один из возможных. Волгоград, Волжский, как один из, одна из возможных перспективных баз по развитию яхтин. А помимо того, что парусный спорт все-таки спорт, и, естественно, он тяготеет к здоровому образу и женит, как вы думаете, может ли он повысить туристическую привлекательность нашего региона? Все-таки люди из разных регионов приезжают. Представьте себе, что у вас есть дача. Только эта дача находится на воде и с парусом. И утром вы можете проснуться там, где вам захочется, в любой балке. Вы можете встретить заход в солнце в любом месте. Вы можете встретить восход солнца в любом месте. И выходя ранним утром холодным на палубу, вы достаете горячую кружку кофе и видите восход или закат. И вас абсолютно ничего не держит. Поэтому туристическая составляющая у нас, ну это абсолютно свободные люди. И сейчас этот вид туризма, он только набирает и набирает обороты. И только сейчас начинают люди раскушать, понимать, что это такое. Потому что до этого это только сейчас. Вот вы не представляете, насколько приятно общаться с такими увлеченными людьми. А все ли у вас такие романтики? Ну не знаю, это надо, наверное, с ними пообщаться. Жеопарусный спорт все-таки сложный. Но здесь он сложный больше физически или все-таки нужно еще и головой работать? Как говорит та же самая Ксения Борисовна, Магнитская. Уже уставше известное выражение. Она уже многим известна. Я могу рассказать несколько историй из ее жизни, если будет попозже интересно. Она говорит о том, что это сочетание шахмат со штангой. Это где-то так и есть. И по большей части выигрывает тот, кто выносливый. Даже не физически, а морально, эмоционально. Потому что, как я уже до этого сказал, соревнования длятся сутками. И иногда бывает и напряженность в экипаже. Иногда и любые соревнования, они подразумевают, что спортсмены, и особенно капитаны, они выжимают последние силы и из яхты, и из парусов, и, конечно, из экипажа. Спасибо. Есть еще один видео вопрос. Давайте посмотрим, что спрашивают люди на улицах города. Я хотел бы вас спросить, насколько опасен парусный спорт? То есть, были ли какие-то несчастные случаи? Вот, наверное, если голову не включать, любой вид спорта опасен? Да. Если с головой не дружить, то любой вид спорта опасен. Хотя, достаточно травмоопасный вид спорта. Потому что это экстремальные условия. То есть, нужно осознавать, что даже когда человек идет на отдых на яхте, это не сказать, что очень сильный экстрим, но экстрим. В основном, это рассечение и удары гиком по голове. Дело в том, что на яхте есть такая деталь, которая называется гик. И на попутном ветре, особенно на попутном ветре, можно ей получить очень неудачно по голове. И, кстати, слово гикнулся пошло именно от вот этого. В основном, это рассечение и ушибы. Но вот эти вот несколько дней соревнований, это действительно все-таки маленькая жизнь. И работать, наверное, на судне должны слажены не только механизмы, но и люди. Это сплочает команду? Это, наверное, тоже является проверкой? Это не маленькая жизнь. Это огромная жизнь, которая насыщена событиями за неделю. Причем события происходят столько, сколько у нас в обычной жизни может за 5 лет не произойти. И когда люди попадают на яхту и когда они идут даже в свободном походе, дело в том, что у нас есть традиция. Мы весь год ходим на яхтах, мы гоняемся по Волгоградскому водохранилищу, а сезон мы закрываем походом на 7 ноября в город Камышин. Это у нас сложилась уже такая традиция. Она будет проходить в 7 раз. Это очень экстремальный поход, когда из ватных штанов и из ватника, из тулупов не вылезает ни днем, ни ночью, потому что это минусовые уже температуры, и не всякий яхтсмен ходит в такие походы. То есть это считанные люди. И дело в том, что когда яхтсмен находится в такой ситуации, то однажды у нас был приглашенный гость на такой поход, который поддался на наши уговоры. И когда в итоге мы пришли в Камышин, он в полном восторге сказал, я никогда не думал, что на маленьком клочке яхты может за такой короткий промежуток произойти столько событий, что их хватит вспоминать на три жизни. На одну жизнь, на три жизни. Ну, внукам точно ему хватит рассказать. На судне кто главный? Капитан. Женщин берут? Обязательно. Понятно. Кстати, у нас женщины не приносят несчастья, это наоборот даже к счастью. Это хорошо. А вы сами в парусом спорте давно? Недавно, 10 лет. То есть это еще считается недавно? Нет, это младенец. Федерация парусного спорта Волгоградской области. Какие еще соревнования проводятся? Ведь не только Кубок Нижнего Волга. Я сегодня изучала информацию, когда готовилась очень много соревнований. Какие это соревнования, какого уровня, какого масштаба? Соревнования у нас проводятся практически каждые две недели. То есть мы гоняемся летом через выходной. Это крейсерские, кроме этого, отдельная ветка, отдельное подразделение. Это детский парусный спорт. Это детские школы в Волгограде, в Волжском. И одна из сильнейших в России, в Камышине. И зимние виды спорта. Это буйерный спорт. Это такая штука, как вы говорите, на коньках и с парусом. То есть это не только летний вид спорта? Нет, это не только. Там проводятся соревнования, хотя скорости у буйеров, можно сказать, огромные, даже запредельные. От 60 до 80 км в час. Сейчас, учитывая то, что спортсмен летит на 10 сантиметрах от льда, на огромной скорости, в каске, это действительно экстремальный вид спорта. Там не всякие смены, некоторые просто физически боятся заниматься этим видом спорта. И особо стоит парусная доска. Как наиболее, наверное, доступный вид парусного спорта, поскольку там вложения финансового вообще минимальны. Но этот буйерный спорт, насколько он популярен, если уж он такой сложный? Настолько популярен, что мы два года назад проводили здесь чемпионат России. Хотя любой вид парусного спорта, будь то буйерный или крейсерский, это все-таки немножко как-то, наверное, закрытый клуб по интересам, потому что люди нестандартные. У нас, мы однажды попытались подвести статистику, из 100 людей, пришедших на яхту поучаствовать в регате, остается 3-4%, 3-4 человека задерживаются. Потому что, наверное, это образ жизни. У таких людей дач точно не бывает. Для них дача вот... Под порсами. Да, под порсами. Хорошо. Проводится соревнование только российского масштаба? Или все-таки удалось посотрудничать с зарубежными их сменами? Нет, наши их смены достаточно часто, и особенно в последние годы, выезжают в Хорватию на кубок Бавария, Бавария Кап. Тем более, что Волгоградская область представлена даже несколькими экипажами на этом соревновании. И несмотря на то, что оно проводится в Хорватии, оно считается российским соревнованием, чемпионатом России в определенном классе. Сейчас это абсолютно не проблема. И практически по всему миру и летают, и гоняются вплоть до Австралии. А наши буерные спортсмены, такие как Евгений Каширский, Вячеслав Кумбрасев, это наши фавориты в буерном спорте, они регулярно выезжают и на чемпионат Европы, и на чемпионат мира. И гоняются там. Ну, ты абсолютно уверен, что действительно главная не победа на участие. Тем не менее, достижения какие у нас есть? Ой, в общем, большие достижения. Ну, наверное, одно из самых больших, это, опять же, Ксения Борисовна Магницкая, которая на протяжении 10 лет подряд прилетала на самолете на Кубок Балтики, на Балтийское море. Собирала там все первые места, обижала мужчин и улетала и так 10 лет подряд. Хорошо, она прилетала на самолете, а где было судно, где яхта? Яхта стояла в Питере. И потом эта же яхта ей досталась за высокие достижения в спорте, за эти победы. И она была ей, как бы, ну, не сказать, что подарена, но почти подарена. Сколько она уже является капитаном Алькора? Ох, ну, с 76-го года. Ух ты. Вот с момента постройки. Дело в том, что у нас много историй существует. Однажды у нас есть энциклопедия, настольная книга для любого яхтсмена. И однажды я открыл эту книгу и увидел фотографию, она выездана еще в советское время. Увидел фотографии нескольких яхт, стоящих в акватории Санкт-Петербурга. И в одной из них на корме значилась надпись «Алькор». Я прихожу в яхт-клуб, Ксения Борисовна, и говорю, Ксения Борисовна, так и так, в учебнике за 76-й год, фотография Алькора. Не ваш ли это Алькор? Она говорит, мой. То есть вот яхта еще тогда попала в учебники яхтинга. И сейчас это уникальнейшее. Это уже, наверное, действительно как ретро-яхта. Можно прийти и посмотреть, и даже напроситься в гости. Волгоградской области по русским спорту насколько глубокие традиции имеют? Когда все это началось? Настолько глубокие, что все это идет с 1925 года, когда впервые в Сталинграде была привезена, поставлена боржа, и на которой находилась первая парусная детская школа по развитию яхтинга. Вот с 1925 года это с Волгоградской области сменяется Сталинград на Волгоград. Тогда это еще Волгоград. Да, еще в Сталинградской области, потом стал Волгоград. Вот до сих пор. Это вот история. Хорошо. А о будущем парусного спорта в регионе? Я имею в виду дети. Проводятся ли с ними работы? И есть ли у нас детские парусные школы? Да, у нас есть достаточно хорошие, даже сильные парусные школы. Сильнейшая находится в Камышине. Это действительно так. Она сильнейшая не только у нас в регионе, но и одна из сильнейших в России. И дальше места между собой делят Волжская детская парусная школа и Волгоградская. Определенные опасения у нас были связаны с Волгоградом. Дело в том, что там из-за имущественных взаимоотношений детская парусная школа подвисла. Она могла остаться без территории, без тренировочных классов. Но ее приютил яхт-клуб «Пилигрим», являющийся в настоящее время нашим партнером. И таких условий, которые сейчас детки получают в Волгограде, они мало где есть даже в России. То есть там достаточно обеспечено и тренировочными классами, и материальной частью. Для нас, конечно, основной проблемой сейчас является материальная часть. В городе Волжском нам удалось ее увеличить в два раза. И если раньше детишки сидели, ждали в своей очереди, когда кто-то придет с моря для того, чтобы пройтись на парусном снаряде, то сейчас практически все желающие дети обеспечены и с удовольствием гоняются, причем участвуют в соревнованиях. В этом плане база есть, да? Да, есть. То есть это не просто спортивный костюм прийти и бегать на стадион, да? Это уж со своей яхтой не придешь. Да можно прийти и со своей яхтой. Это только приветствуется. Не каждый, наверное, сможет. Тем более начинающие. Абсолютное большинство детей – это дети из семьи с небольшим достатком. Понятно. Есть у нас видео вопрос. Телезритель интересуется вот что касается детских парусных школ. Давайте посмотрим. Хотела бы узнать, с какого возраста дают детей в парусный спорт. Самый оптимальный возраст – это 6-7 лет, 8 где-то. Хотя у нас есть пример Петра Пашутинского. Правда, у него папа и мама сами тренеры. Он с 5 лет в спорте. И мало того, он с 5 лет занимает уже определенные места в своем возрасте на общероссийских соревнованиях. А соревнования у нас происходят не только на нашем водохранилище. Это и Геленджик, и Новороссийск, и Санкт-Петербург. Вообще дети, те, которые показывают определенные результаты, они достаточно много ездят по стране, путешествуют, участвуют в соревнованиях. Ну вот приводят ребенка в 6 лет. Что с ними делают? Отдают к тренеру. Отдают к тренеру. Чему их учат? А самые азы? С чего начинают? Сразу же сажают на парусное судно и вперед на море. То есть уже под присмотром старшего? Конечно, ребенок получает спасательный жилет, с которым он уже не расстанется, наверное, никогда в своей жизни. И момент, когда он застегивает застежку на этом спасательном жилете, он запомнит на всю оставшуюся жизнь. И тренер уже не отходит от него. Сейчас в Волжской парусной школе достаточно хорошее материальное обеспечение. Я хотел бы, пользуясь случаем, сказать огромное спасибо и Марине Робертовне Афанасьевой, и Ренату Алексеевичу Стаценко, председатель спорткомитета. Благодаря именно этой поддержке нам удалось приподнять и материальный уровень на условиях софинансирования Всероссийской Федерации по родственному спорту. И приобрести в последнее время тренерский катер, достаточно хороший тренерский катер. И теперь тренера всегда практически находятся на воде со своими. Олег Петрович, и еще один видео-вопрос мы с вами успеем посмотреть и ответить на него. До конца программы не очень много времени. Давайте посмотрим. Могут ли заниматься парусным спортом люди с ограниченными возможностями? Инвалиды, то есть. Все-таки популярно становится. Не только можно, но и нужно, и проводятся соревнования среди инвалидов. Они стоят немножечко в стороне. И опять же возвращаемся к Ксении Борисовне. У нее есть пациент. Это действительно человек-легенда. Про нее не хватит того времени, которое у нас с вами в эфире. И у нее были пациенты, а у нее своя клиника, занимающаяся деятельностью головного мозга. Когда дети с детским церебральным параличом были ребята, которым она без сомнений отдавала штурвал своей яхты. И они вели ее многие часы. Не так много времени остается. Вот хотелось бы завершить. Что обычно желают тем, кто под парусами? Попутного ветра. Хотя попутный ветер для нас считается одним из самых неудобных. Очень неудобная яхта. Ну, потому что она ей газит. Хорошо. Когда будет заканчиваться регата, где будет финиш? Где можно это увидеть? 25 числа в городе Саратове на центральной набережной. Всех сердечно приглашаю. Несмотря на то, что там 400 километров нас отделяют. Еще можно успеть. В любом случае, мы всем участникам соревнования желаем удачи. И вам тоже огромное спасибо, что вы пришли к нам в гости, ответили на наши вопросы. И напомню, что в гостях у нас сегодня был президент Федерации парусного спорта Волгоградской области Олег Петрович Учинашев. Еще раз спасибо вам огромное. Спасибо. До свидания. Прическа ведущей выполнена мастерами салона парикмахерской «Чародейка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова